В расследовании уголовного дела о смерти подростка в заброшенном здании на Змеинки появились новые подробности. Строение уже много лет находится в аварийном состоянии, но тем не менее попасть туда мог любой. И по версии следствия, дети туда ходили не любопытство ради, а чтобы заработать. Возможностью беспрепятственно проходить в заброшенное здание воспользовалась группа подростков, включая погибшего. У несовершеннолетних по себе имелись инструменты, которыми они ломали стены и перекрытие здания для того, чтобы найти цветной металл и сдать его в пункт приема металла. А после этого получить за него денежное вознаграждение. По факту кражи металлических конструкций здания возбуждено уголовное дело. Кроме того, следком выяснил, что инструментами подростков обеспечил человек, который по месту своего жительства скупал лом без соответствующей лицензии. В его пункте приема металла найдены металлические швелеры, аналогичные тем, что находятся в разрушенном здании. Следователи организовали доследственную проверку в отношении участкового уполномоченного полиции, который не принял мер к выявлению лиц, осуществляющих незаконную деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Ранее следователи возбудили по факту гибели ребенка уголовное дело по статье о халатности. Отметим, что строение – бывший вытрезвитель, и оно числится на балансе УМВД. К слову, заброшенные здания с открытым доступом есть в каждом районе Владивостока. И дети их частые гости. Дети есть дети, понимаете. Они везде лезут, правильно? По всяким этим заброшенным местам, где никто не охраняет их. А что нужно сделать нам, родителям и государству, чтобы обезопасить наших детей, чтобы они не лазили по заброшкам? Ну, вопрос, заброшка чья, да? То есть, чтобы их вообще не было этих заброшек бесходных. Ну и детей занимать побольше. Либо их сносить как-то. Я думаю, что это единственный вариант. Такие места нужно охранять. Просто должно быть, наверное, все закрыто такое. Те места, которые не приспособлены для игры детской, должны, наверное, как-то администрация контролироваться. Это печальный случай, конечно. Я не могу сказать. У меня мальчиков нет. Поэтому не могу сказать. У меня девочки, они по заброшенным зданиям не лазили никогда. Ну, когда были маленькие, тоже лазили по всяким стройкам. Это естественно для развития ребенка. Сейчас территория заброшенного здания на Змеинке огорожена лентой и выставлена охрана, которая никого не пропускает. Но, к сожалению, такие меры предприняты поздно. Алина Черненко, Екатерина Зверева, Иван Еворский, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.